В новом году по традиции журналисты канала 16 вспоминают самые яркие и громкие события ушедшего года. В новом выпуске программы «Дополнительное время» мы расскажем о самых значимых спортивных новостях. В мае пять команд предприятий «Росатома» поборолись за звание лучших. В отборочном этапе летней спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2023». Состязание включало семь видов спорта – легкая атлетика, плавание, баскетбол 3х3, мини-футбол, пляжный волейбол, бадминтон и настольный теннис. Выступление оркестра войсковой части 3274 открыло одно из главных спортивных событий года в атомной отрасли – летнюю спартакиаду «Атомиада-2023». На отборочный этап состязаний в наш город приехало 210 спортсменов из городов в присутствии госкорпорации. За право выхода в финал спортсмены вне будут бороться с коллегами из четырех предприятий «Росатома» из Москвы и Заречного. Готовились мы, конечно, серьезно готовились. Хотим победить. Для сами себя, прежде всего, мы хотим победить, потому что у всех есть свои какие-то критерии. Мы понимаем, что есть спортсмены, которые сильнее нас. Но у нас у каждого свои уровни, и мы хотим чуть выше стать своего уровня. Мы очень рады, что могли сегодня приехать сюда. Мы уже не первый раз на этом мероприятии. Ваш замечательный город, очень гостеприимный, очень красивый. Он даже встречает нас с замечательной погодой. И мы надеемся, что праздник будет чудесный. Мы к нему, конечно, готовились. Надеемся на результат. Думаю, что все у нас получится. И всем желаю успехов. Соревнования будут проходить с 18 по 21 мая. Награды разыграют сразу в нескольких видах спорта. Минифутболе, бадминтоне, настольном теннисе, пляжном волейболе, баскетболе, плавании и легкой атлетике. Это уже пятая атомиада, которая проходит в нашем городе. Основными преимуществами Сарова в конкуренции за право принимать такие престижные соревнования стало наличие современной развитой спортивной инфраструктуры, которая позволяет проводить состязания по разным видам спорта в удобном для зрителей и участников формате. Вот уже в последние 17-го года пять раз подряд мы с вами проводим эти замечательные соревнования. Я хочу всем сказать огромное спасибо всем любителям здорового образа жизни, всем любителям спорта, чтобы действительно испытали наслаждение от тех соревнований, которые у нас здесь с вами будут проходиться. На церемонии открытия глава города и депутат законодательного собрания Нижегородской области Юрий Якимов вручили золотой знак ГТО работнику ядерного центра Александру Михайлову и благодарность «Атомспорт» за большой вклад в развитие физической культуры и спорта Сергею Егоршину. Я знаю, многие из вас здесь уже не первый раз, и здесь у вас уже есть друзья, и эта встреча может быть даже важнее, чем те рекорды и победы, которые здесь, несомненно, состоятся. Атомиада – это очень хорошее и важное событие. Оно позволяет нам быть ближе и сплоченнее. Продолжился спортивный праздник футбольным матчем между Орфиац Мниев и Никиет имени Далижаля. Освещал игру комментатор спортивного канала «Матч ТВ» саровчанин Владислав Родников. В мае в Молодежном центре прошло закрытие хоккейного сезона 2022-2023. Заслуженные награды получил хоккейный клуб «Саров». Саровчане завоевали серебряные медали чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги. Лидеры терпели поражение, новички срывали куш. Чемпионат региона среди студенческих команд в этом сезоне был динамичным, острым и непредсказуемым. Но кое-что все же осталось без изменений. Вот уже третий сезон команда Саровского физтеха показывает себя одной из сильнейших в регионе. Заслуженную награду «Серебряный кубок» команде вручили на сцене Молодежного центра на закрытии хоккейного сезона 2022-2023. От себя хочу сказать, что наш хоккейный клуб очень молодой, всего 4 года. Но тем не менее, ежегодно мы доказываем, что наши хоккеисты, студенты одни из самых лучших в области. Хочется пожелать им не останавливаться на достигнутом. Еще больше побед. Хочется поблагодарить за самообдачу, за каждую игру, за сезон. Это было очень красиво. Яркие, зрелищные, эмоциональные игры подарили горожанам наши хоккеисты в чемпионате в высшей лиге. На протяжении всего сезона команда сохраняла лидерские позиции. Совсем немного не хватило до заветного титула чемпиона области. Саровский хоккеистов зал встречал бурными аплодисментами. Здесь чествовали и самых юных спортсменов. По традиции, каждый отличившийся воспитанник спортивной школы Саров получил сегодня свою награду. Хочется всех поздравить с завершением этого сезона. Сказать огромное спасибо за то, что вы обучались в этом году. Показывали свое упорство, свое желание, свое трудолюбие. И добывали победы для школы и для города. Один из самых трогательных моментов завершения хоккейного сезона – прощание с выпускниками. За их плечами годы упорных тренировок, сокрушительных поражений и головокружительных побед. За их плечами маленькая жизнь под названием хоккей. Все прошло очень успешно. Мне все очень понравилось в хоккей. Все отлично. Спасибо тренеру, команде. На знакомство с такими людьми, которые меня сейчас окружают. Было очень приятно играть в хоккей, учиться в этой школе. Всегда получали удовольствие даже от поражений. Все держалось всегда на дисциплине, на уважении друг к другу. У нас очень хорошие преподаватели-тренера. Они очень хорошо объясняют, подсказывают, помогут в трудную минуту. Всегда поддерживают нас в любой трудной ситуации. Еще одна добрая традиция хоккейного праздника – посвящение новичков. Выпускники вручили памятные сувениры малышам, которые только начинают свой путь к хоккейному Олимпу. Плюс два мастера спорта появилось в Сарове в прошлом марте. Спортсменки школы Икара выполнили нормативы на высокое звание. Ирина Тимонина и Тамара Давыдова пополнили список воспитанников Александра Бакарова и Анатолия Меньшенина, достигших этой спортивной вершины. Путь к званию мастера спорта Ирина Тимонина начала еще в детском саду. Правда, тогда ни сама спортсменка, ни тренеры не подозревали, какое будущее ее ждет в спорте. Занималась Ирина наравне со всеми, только ближе к старшим классам поняла, что хочет добиться чего-то большего – закончить школу, имея спортивное звание. И вот, наконец, мечта сбылась. На прошедших всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе кубок Ярослава Мудрого Ирина выполнила норматив мастера спорта. Прошло еще не так много времени, и, наверное, я нахожусь еще в какой-то такой эйфории. Не до конца верится, что цель достигнута. И действительно, это большой труд, который привел к успеху. И это может показаться для меня чем-то недостигаемым в какой-то мере, но это произошло, и я безумно рада. Пока девушка в 10 классе, до окончания школы она планирует продолжать занятия, изучать новые элементы и участвовать в соревнованиях. В этом году на счету отделения прыжков на батуте два мастера спорта. Вместе с Ириной на этих соревнованиях норматив выполнила еще одна воспитанница спортивной школы Икар Тамара Давыдова. У нас уже лет 6-7 не было мастера спорта. У нас последняя была Алексеева Ирина, мастер спорта международного класса ей присвоили. Еще вот после этого у нас не получалось. То мальчики пролетали, у нас и Ермаков хотел выполнять, Славин, но никак не получалось. Одну-две десяток не хватало. Вот так не выполняли. А здесь девочки, вот, и подвели они. Как говорит Александр Коронаевич, дойти до мастера спорта нелегко, надо работать. Причем начинать нужно как можно раньше. Детей приводят в 4-5 лет, в крайнем случае в 6. Затем уже поздно. Десять лет мы уже таких не берем. Девять лет уже выезжают на первенство России по первому взрослому разряду. Девять лет. Там мы таких-то не берем, уже поздновато, конечно. Мы берем вот, ну, с 6 лет, можно взять с 5. Ну, здесь зависит, какой ребенок еще. Есть слабенькие дети. Сейчас тяжело вообще найти таких. Для малышей, которые только делают первые шаги в спорте, прыжки на батуте – это прекрасный способ выплеснуть энергию и вдоволь призвиться. Маленьким непоседам намного важнее, чем взрослым тренировать ловкость и координацию, укреплять мышцы и сухожилия. А у старших ребят этот спорт и развивает силу воли и закаляет характер. В первую очередь, наверное, это умение падать и вставать. Несмотря на все падения на тренировках, какие-то неудачи или еще что-то в этом роде, ты все равно продолжаешь вставать и делать еще раз. То есть это упорство, это стремление. Для меня это в первую очередь те качества, которые мне дал спорт. Работу специалистов ИКАРа оценили на областном уровне. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие физической культуры и спорта министр спорта Нижегородской области вручил благодарности методисту Саровской спортивной школы Светлане Родиной, тренером Максиму Самойлову и Валерию Трубину. В 44 года своей жизни Валерий Трубин занимается борьбой. Начал в детстве, потом решил связать свою профессиональную деятельность с этим видом спорта и стал тренером. В 2000 году Валерий Викторович перебрался в Саров и вместе с Виталием Михайловым начал работать с юными саровскими чемпионами. На ИКАРе он полноценно тренирует с 2019 года. На счету Валерия Трубина четыре кандидата в мастера спорта и несколько десятков перворазрядников, призеры первенства России и всероссийских соревнований. Эта деятельность как таковая меня еще с давних времен привлекала, поэтому с детьми мы как-то находим общий язык. Идея самая тяжелая, когда детей выпускаешь уже 5-6 лет, в которые дети начинают показывать хорошие результаты, приходится с ними расставаться, так как уходят в высшие учебные заведения, заканчиваются школы. Тренер по пылевой стрельбе Максим Самойлов в детстве занимался у Лидии Мелеховой. После срочной службы молодой человек принял пост у своего тренера, которая ушла тогда на заслуженный отдых. С 1995 года он работает на ИКАРе. Как говорит Максим, больше всего ему нравится именно работать с детьми. Он видит, как они из маленьких мальчиков и девочек, которые еле-еле могут держать винтовку, становятся победителями крупных соревнований. Сейчас у него 20 воспитанников от 11 до 18 лет. Недавно часть из них стали призерами межрегиональных соревнований в Казани. Сейчас спортсмены готовятся к первенству России и республиканским соревнованиям. Самое главное – это уметь владеть собой. Уметь владеть собой, своими эмоциями, уметь побеждать себя, свой страх, свою лень, свою нерешительность. Дети приходят разные. А вот такие качества мы стараемся в них воспитать. Объясняем, рассказываем, что это самое главное. За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также видов спорта, полевая стрельба и рукопашный бой, министр спорта Нижегородской области вручил благодарности тренерам Максиму Самойлову и Валерию Трубину. Также награду получила методист ИКАРа Светлана Родина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова